Привет, с вами Влад Леджер и сегодня я вам расскажу про свой поход в кино на Стражей Галактики. Ну и позже расскажу вам про сам фильм. Сианс начинался в 14.05, поэтому я пришел туда в 13.50. Я захожу, а компьютер у них не работает. Сказали, приходите через 10 минут. Два часа. Забираю билеты. Поднимаюсь наверх в малый зал. Контролера нет. До фильма осталось минуты две. Девушку из бара спрашивают. А вы что в кино? Это пропал ключ от 3D очков. Сначала она поискала на барной стойке. Потом спустилась вниз, не знаю куда. Но там она тоже ключи не нашла. Потом она решила, что эти ключи стащили. Ну и конечно же самое-самое интересное. Ключи оказались на диване напротив входа в зал. Уже прокрутилась реклама. Хм, спасибо, что так долго искали ключи. В кинозаре я был один. Вообще один. Никого не было. И фильм шел только для меня. Ну а теперь собственно про сам фильм. Я считаю, что фильм должен был называться не Стражей Галактики, а Изгои Галактики. И героями они стали случайно. Команда Стражей состоит из Питера Куила, или как он себя называет, Звездный Лорд. Его мама была больна спортивной болезнью. И когда она умирала, Питер сбежал из больницы, и его выкрали инопланетяне. Теперь он космический охотник за сокровищами. Или как он себя именует, Звездный Лорд. Следующего персонажа зовут Гамора. Она приемная дочь Таноса. И она должна была забрать сферу, которую украл Питер. Но она не собиралась зашить сферу отцу. Она просто хотела продать ее на черном рынке. За приличненькую сумму. Следующий наш герой Ракета. И на самом деле он неговорящий енот. На самом деле он гуманоид, которого собирали, разбирали, собирали, разбирали, собирали, разбирали. И тут получился енот Ракета. И он тоже хочет подзаработать деньжат. Он работает вместе со своим другом Крутом. И в начале фильма они тоже пытались поймать Питера. Но только они про сферу ничего не знали. Что я могу сказать про Грута? Я есть Грут. Он гуманоидное дерево, которое умеет говорить «Я есть Грут». Больше ничего о нем не знаю. А, ну разве что только он умеет выпускать свечков из рук. Ну а последний герой вообще был в тюрьме. Ну там, собственно, все и объединились в Стражах Галактики. Ракс Разрушитель, помешанный на месте. Его жену и дочь убил Танос. Теперь он только яростно мечтает о том, чтобы отомстить Таносу. Конечно же, в фильме также и появился Стэн Ли. Но только как Камел. Ну и, конечно, самое главное, в каждом фильме Марвел после титров идет секретная сцена. Ну, поскольку я там был один, мне даже разрешили посмотреть эту сцену. Но я не стал. Потому что ждать, когда титры прокрутятся. Я лучше дождусь, когда выйдет на Blu-Ray, я куплю этот диск и посмотрю ту секретную сцену. И мой вопрос на сегодня. Ответы на него вы можете писать в комментариях внизу. Что вы думаете о Стражах Галактики? И читали ли вы эти комиксы? Я, например, нет. Первый раз я слушал Стражах Галактики в LEGO Marvel Super Heroes. И, конечно, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал внизу. А с вами был Батлэжер. Всем пока!